400 тысяч мальков сазана запустили в Волгу на территории Волгоградского водохранилища. Этот способ давно используют для того, чтобы река смогла восстановить свои биоресурсы. Как выращивали мальков для предстоящего запуска в свободное плавание, выяснила Анастасия Куклева. Грузовик со специальными контейнерами приехал в Чердын из Новобуратского рыбхоза. В емкости с водой свыше 400 тысяч молодей сазана. Всех их выпустят в Волгу. Это позволит не только пополнить популяцию, но и компенсировать ущерб, нанесенный при прокладывании газопровода через Волгу. Мы сегодня выпускаем ущербные, так называемые. Это то есть определенная организация, которая нанесла ущерб реке Волга, институт, в общем, сделал расчет, на какую сумму. И на эту сумму мы вырастили молоть сазана и для пополнения биоресурсов река Волга. Выращивать этих мальков начали еще год назад. За их развитием от икры до момента выпуска в Волгу пристально следят сотрудники ветеринарной лаборатории. Держат на контроле эпизоотическую ситуацию и проверяют мальков на наличие паразитарных заболеваний. У рыбы, которую сегодня выпустили в реку, заверяют специалисты, никаких отклонений от нормы нет. Провели экспертизу перед выпуском и в прошлом году в процессе ее выращивания. Каких-то отклонений от норм не было, паразитарных заболеваний здесь выявлено не было. То есть сейчас можем с полной уверенностью сказать, что рыба порядка 400 тысяч экземпляров поступила сюда. Здоровая, нормальная, то что жители могут спокойно потом и вылавливать, и рыбачить. С начала года Волгу уже выпустили около миллиона мальков растительноядных рыб, тостолобиков и баламутов. Сегодня река пополнилась сазанами. Растут они достаточно быстро. К концу второго года вес сазана станет уже 500-600 граммов. Специалисты говорят, достигнут такого веса не все рыбы. Одну часть едят хищники и чайки, другую выловят рыбаки.